Инспирие Все путешествия начинаются одинаково, с первого шага. Действующие лица Романа. Атлантис. Па Солт. Папа Соль, приемный отец сестер, умер. Марина, Ма. Гувернантка сестер. Клавдия. Экономка. Георг Гоффман. Нотариус Па Солта. Кристиан. Шкипер-капитан катера. Сестры Диплеси. Плеяды. Получили свои имена в честь семи звезд, входящих в созвездия Плеяды. Майя. Айли. Альциона. Стар. Астеропа. Сиси. Келена. Тигги. Тайгета. Электро. Миропа. Отсутствуют. Сиси. Декабрь 2007 года. Глава первая. Я точно помню, где находилась и чем занималась в тот самый момент, когда мне сообщили о смерти отца. Неожиданно для себя подумала я, глянув в окно иллюминатора, за которым чернела кромешная ночь. Время от времени внизу проносились небольшие скопления мерцающих огней, указывающих на то, что где-то там, далеко в окно, теплится человеческая жизнь. Каждый такой отдельный огонек — это ведь чей-то дом, семья, круг друзей. Ничего этого у меня больше нет. Такое впечатление, будто я смотрю на мир, перевернутый вверх тормашками. Огни, мелькающие под крылом самолета, словно фоксимили тех звезд, что светят сейчас высоко в небе. Почему-то мне вдруг вспомнилось, как один из моих преподавателей в Академии живописи сказал однажды, что я рисую так, будто не могу разглядеть, что находится передо мной. И он был прав. Я действительно не могла разглядеть. И действительно ничего не видела. Ведь я всегда рисовала то, что видела своим внутренним зрением, а не то, что было передо мной наяву. Иногда все эти образы, возникающие в моем сознании, были совершенно бесформенные, не напоминающие собой ни людей, ни животных, ни минералы. И тем не менее они были столь притягательными и яркими, что я всегда подчинялась своему спонтанному порыву запечатлеть их на полотне. Или сотворить какую-то композицию. Типа инсталляции. Вон сколько всякого хлама насобирала я на лондонских свалках и притащила все это в студию, оборудованную в новой квартире. А сколько месяцев я потратила на то, чтобы мысленно прикинуть, как все эти мои находки будут сочетаться друг с другом в очередной композиции. Ведь любая инсталляция чем-то похожа на гигантский кубик Рубика, только составленный бог знает из чего. Тут тебе и старая консервная банка, пропавшая прогорклым маслом, и полуистлевшая соломенная чучела Гая Фокса, известного героя порохового заговора. А рядом — пришедшая в полную негодность автомобильная покрышка и покрытая ржавчиной железная мотыга. Однако я продолжала упорно тасовать эти предметы, примеряя и прилаживая их друг к другу. И была вполне счастлива, занимаясь этим. Но, как это часто у меня бывает, появляется последний и самый жизненно важный компонент будущей композиции. И инсталляция летит ко всем чертям. Начинай сначала. Я прижалась разгоряченным лбом к прохладному плексигласу, в котором были застеклены иллюминаторы в салоне авиалайнера. Подумать только! Какая-то тонюсенькая пластинка из органического стекла защищает меня и всех остальных пассажиров на борту от удушья и неминуемой смерти в случае разгерметизации. Мы все так уязвимы, так беззащитны. Нет, Сиси, тут же строго приказала я себя, чувствуя, как внутри нарастает паника. Ты справишься и без нее. Ты сумеешь. Мысли мои снова перекочевали на пасолта. Впрочем, если вспомнить, что я панически боюсь летать самолетами, думать сейчас о смерти, неважно, о чьей, в этом есть даже что-то успокаивающее, как ни странно. Да, предположим, случится худшее. Наш самолет внезапно рухнет с небес на землю, и все мы погибнем. Но разве не утешает то, что есть, по крайней мере, хоть один человек, который ждет меня по ту сторону бытия? Ведь он уже совершил свое паломничество в страну смерти. Причем совершил его в полном одиночестве. Хотя, с другой стороны, все мы умираем в одиночестве. Разве не так? Помню, я как раз натягивала на себя джинсы, когда мне позвонила моя младшая сестра Тигги и сообщила, что пасолт умер. Кажется, в первый момент я даже не врубилась, не поняла, что она такое говорит. Все, о чем я могла думать в ту минуту, так это как рассказать Стар. Она ведь просто обожала отца. Я уже заранее знала, что новость убьет ее. Но ты ведь тоже обожала посолта, Си-Си. Обожала, но у меня в жизни есть вполне конкретная роль — защищать и оберегать свою столь эмоционально ранимую сестру. Хотя она на целых три месяца старше меня. У Стар всегда были проблемы с речью, а потому я с раннего детства привыкла говорить за нас обоих. Пришлось взять себя в руки и не давать воле чувствам. Я застегнула джинсы и потащилась в гостиную, чтобы сообщить сестре страшную новость. Она по своему обыкновению ничего не сказала, лишь разрыдалась, упав мне на руки. А я отчаянно боролась со своими слезами, понимая, что в такой момент не имею права плакать. Все ради нее, ради Стар. Я должна быть сильной, ведь я же нужна ей. По крайней мере, была нужна тогда. Мадам, что вам угодно? На меня пахнуло духами с большим содержанием мускуса, словно обдала сладковатой волной. Я подняла глаза. Надо мной услужливо склонилась стюардесса. Нет, ничего не надо, спасибо. Вы нажали на кнопку вызова? Промолвила она, вызывающий громким шепотом, выразительно кивнув в сторону остальных пассажиров, которые крепко спали. Да и чему удивляться? В Лондоне сейчас только четыре часа утра. «Простите, должно быть случайно», — прошептала я в ответ виноватым тоном и тут же отдернула свой локоть от кнопки вызова. Наверное, незаметно для себя нажала, и зря потревожила стюардессу. Как это похоже на меня? Девушка приняла мои объяснения молча, лишь слегка кивнув. А я вдруг вспомнила, что точно так же когда-то мне кивнула учительница в школе, увидев, что я творю утреннюю молитву с открытыми глазами. Шурша шелками, стюардесса удалилась к себе в служебный отсек. Я слегка пошевелилась в кресле, пытаясь удобнее устроиться, и снова закрыла глаза. Хочу быть похожей на остальных пассажиров. Почти 400 душ, сумевших побороть свой страх. Наплевать им на то, что они несутся сейчас высоко над землей в какой-то алюминиевой трубе. И не паникуют же, а мирно спят. Ну, а я, как обычно, выпадаю из их сообщества. Я ведь не такая, как они. И мне никогда не стать частью толпы. Никакой. Конечно, можно было бы купить билеты в бизнес-класс. Кое-какие деньги у меня еще остались. Впрочем, денег не так уж и много, чтобы тратить их на какие-то лишние сантиметры свободного места в салоне самолета. Почти все мои денежки уплыли на приобретение шикарной квартиры в Лондоне на берегу Темзы для нас со Стар. Я думала, что приобретаю для нее тот самый настоящий дом, о котором она всегда мечтала. Считала, что делаю ее счастливой. Не получилось. И вот я снова, как и год назад, лечу в Таиланд, на другой конец света. Правда, тогда рядом со мной была сестра, и мы тоже летели эконом-классом. Зато сейчас я лечу без Стар одна. И можно сказать, что я не стремлюсь к чему-то и куда-то, а напротив бегу прочь. «Угодно ли вам завтрак, мадам?» Я открыла глаза. Состояние как после пьянки. В первую минуту даже не поняла, где я и что я. Подняла глаза. Та же самая стюардесса, что наведывалась ко мне ночью. Боковым зрением увидела, что в салоне уже светло горит свет. Жалюзи на большинстве иллюминаторов раздвинуты, и сквозь них видны розовые всполохи наступающего дня. «Нет, благодарю вас, только кофе. Пожалуйста, чёрный, без сахара». Она снова молча кивнула в ответ и удалилась. А я уже в который раз принялась корить себя. Почему я чувствую себя виноватой, когда прошу о какой-то мелкой услуге эту стюардессу? В конце концов, за всё ведь заплачено. «Куда направляетесь?» Я развернулась к своему соседу, которого до сих пор лицезрело только в профиль и видела только его нос, рот и прядь белокурых волос, выбившихся из-под чёрного капюшона. Но сейчас он тоже повернулся ко мне, явив своё лицо. На вид не больше восемнадцати. Одно слово, юнец. Вон на лбу и на подбородке ещё видны следы подростковых прыщей. Рядом с этим мальчишкой я почувствовала себя полноценной пенсионеркой. В Бангкок, а дальше в Австралию. Здорово! Воскритился он и тут же сосредоточился на своём порционном подносе с завтраком. Какой-то несъедобного вида омлет, пережаренный кусок бекона и что-то длинное и розовое, позиционирующее себя как сосиску. Туда я тоже намереваюсь попасть когда-нибудь. Но сейчас у меня на повестке дня Таиланд. Мне рассказывали, что тамошние вечеринки и полные луны — это что-то. Полнейший отпад. Так оно и есть. Они действительно великолепны. Вы на них бывали? Несколько раз, — ответила я. Вопрос молодого человека сразу же вызвал в моей памяти лавину воспоминаний. А что вы можете порекомендовать? Слышала, что самые лучшие вечеринки на острове Кофанган. О, я там не была уже целую вечность. Но тоже наслышано, что у них это действие проходит сейчас просто грандиозно. Народу собирается по нескольку тысяч. Но лично я предпочитаю Рейли-бич на острове Краби. Там, правда, прохладнее, чем в других местах. Но это уж кому как нравится. Мне тоже рассказывали про Краби, — отозвался мой сосед, энергично двигая челюстями и пережёвывая сосиску. В Бангкоке встречаюсь со своими друзьями. В любом случае у нас ещё есть в запасе пара недель до наступления полнолуния, чтобы решить, куда поехать потом. Вы тоже летите в Австралию к друзьям? Да, — солгала я. И решили сделать короткую остановку в Бангкоке? Да, на одну ночь. Я уловила напряжение юноши, когда наш самолёт пошёл на посадку в аэропорту Сувар-Набхуми. Как всегда, все мы, пассажиры, получили от команды авиалайнера кучу всяческих строжайших указаний на случай непредвиденных обстоятельств. Но это же всё понарошку. Не всерьёз, — подумала я и закрыла глаза, пытаясь унять учащённое сердцебиение. Если самолёт сейчас рухнет на землю, то все мы мгновенно погибнем. И тогда какая разница, в каком именно положении находится в данную минуту мой откидной столик? Прямо он стоит или наклонно? Лучше бы проинструктировали свой персонал, как успокаивать нервы боязливым пассажирам, чтобы снять излишний стресс у особо чувствительных. Но вот самолёт плавно коснулся взлётной полосы, и я тут же, ещё до объявления об этом во всеуслышание по громкоговорителю, почувствовала, что да, мы уже на земле. Открыла глаза, испытывая самый настоящий триумф. Я смогла. Совершила дальний перелёт одна и выжила. Осталась в живых для того, чтобы поведать миру свою историю. Стар наверняка бы гордилась мной, если её ещё занимает моя персона. Быстро прошла таможенный досмотр, подхватила свой багаж с ленты транспортера и зашагала к выходу. «Желаю хорошо провести время в стране Оз под названием Австралия», — бросил на ходу мой сосед, обгоняя меня. Приятель рассказывал, что в тамошних местах дикая природа словно сошла с ума. Говорит, пауки ползают размером с блюдца. Всего доброго. Надеюсь, до встречи. Прощальный взмах рукой, и молодой человек растворяется в толпе. Я более медленным шагом тоже пробираюсь к выходу. На улице меня уже поджидает привычная стена из удушливо-влажного зноя. Сажусь на рейсовый автобус, курсирующий между аэропортом и городом, чтобы добраться до отеля, в котором зарезервировала себе номер на одну ночь. Обычная процедура оформления на ресепшн, и вот я уже в своей крохотной, стерильно чистой комнатке. Едва переступив порог, сбрасываю с плеч рюкзак и усаживаюсь на постель, прямо на белые простыни. Пожалуй, будь у меня собственный отель, я бы использовала в качестве постельных принадлежностей для своих постояльцев исключительно темное белье. Цветные простыни не выдают пятна, оставшиеся на них от других человеческих тел. А на белых простынях, как ты их не застирывай, не кипяти, эти следы все же заметны. Впрочем, в этом мире столько всего, что откровенно озадачивает меня, все эти правила и регламентации, придуманные кем-то когда-то давным-давно, совсем в другом месте и по другому поводу. Снимаю с ног походные ботики и откидываюсь на подушки. А ведь я могу сейчас быть где угодно, размышляю я уныло. И сама эта мысль не придает мне хорошего настроения. Под потолком негромко жужжит вентилятор, разгоняя духоту. Я закрываю глаза, пытаясь заснуть. Но в голову лезут всякие противные мысли. Предположим, умри я прямо сейчас. И ни одна живая душа на всем белом свете не узнает, что меня больше нет. Наконец-то до меня доходит, что такое настоящее одиночество. Грызет тебя изнутри, а в душе словно огромная пустая воронка. Отчаянно моргаю глазами, стряхивая с ресниц подступившие слезы. Я никогда не отличалась излишней слезливостью, но на сей раз слезы упорно наворачиваются на глаза. С усилием расплющиваю отяжелевшие веки. Кажется, сейчас плотину прорвет. Ну и поплачь, Сиси. Поплачь. Тебе сразу же полегчает. Слышу я ласковый голос Ма, звучащий в моей голове. Так она успокаивала меня когда-то в Атлантисе, когда я еще ребенком свалила из дерева и растянула связки на ноге. Но тогда я не заплакала. Вот еще. Будто я ревок-корова какая-то. Зато в кровь искусала губы, стараясь не разревяться от боли. Да, Ма. Вот она расстроится, если со мной что-то случится. Пробормотала я несчастным голосом и протянула руку за мобильником. Сейчас отобью ей смс-ку, сообщу, где я и что со мной. Да, но если я сейчас включу мобильник и увижу там смс-ку от Стар, или, что еще хуже, никакой смс-ки от нее не будет. Сама мысль об этом была нестерпима. Я понимала, что не выдержу этого. Силет швырнула от себя телефон и снова закрыла глаза. Нужно все же постараться уснуть. Но на сей раз перед моим мысленным взором вдруг возник пасолт. Возник и явно не спешил никуда уходить. Си-си, очень важно, чтобы у вас со Стар, у каждой из вас, были свои друзья. Чтобы вы не довольствовались только обществом друг друга. Такое пожелание отец высказал мне незадолго до того, как мы с сестрой отправились на учебу в университет в Сассексе. Помнится, я тогда даже обиделась на пасолта. Зачем мне какие-то друзья? Мне никто не нужен, кроме Стар. И ей тоже никто не нужен. Во всяком случае, так мне казалось тогда. Зато сейчас... В последнее время Стар со всей очевидностью дала мне понять, что ей надоело постоянно быть рядом со мной. Странно, но именно в эти последние недели я поймала себя на том, что очень часто мысленно беседую с пасолтом. Его смерть до сих пор не могу воспринять как данность. У меня всё время такое чувство, будто он где-то рядом, совсем близко от меня. Такое ни на что не похожее чувство. Хотя по своему характеру я полная противоположность своей младшей сестре Тиги, со всеми её чудаковатыми верованиями и бредовыми идеями о загробной жизни. Тем не менее, какая-то непонятная часть моей души вдруг тоже стала откликаться на подобные вещи. Я буквально нутром почувствовала, что там, за этой чертой, что-то есть. И сны мои в последнее время лишь подтверждали эту странную догадку. Они стали такими яркими, такими живыми и насыщенными. Просыпаясь по утрам, я размышляла о том, что мои сны стали похожи на красочный телевизионный сериал. И при этом я чувствовала себя вполне удовлетворённой. Потому что случались и другие ночи, когда меня по-прежнему преследовали кошмары. Особенно часто в этих кошмарах снились огромные пауки. Я невольно содрогнулась, вспомнив слова своего юного соседа по самолёту, который он обронил, прощаясь со мной. Неужели правда? И в Австралии действительно водятся пауки размером с блюдце? Ужас! «Ужас!» — воскликнула я, вскочила с кровати, чтобы переключить мысли на что-то другое, и побежала в ванную ополоснуть лицо. «Ужас!» —